В 2011 году польский биохимик Казимир Сун выделил из рисовых отрубей препарат, который содержал аминогруппу. И этот препарат стали использовать для лечения очень серьезного заболевания нервной системы, которая называлась Бери-Бери. И получил этот препарат название витамин, то есть амин жизни. В последующие годы было открыто еще 12 витаминов. И хотя многие из них не содержали аминогруппу, тем не менее, все они стали называться витаминами. Выяснилось, что витамины играют очень большую роль в биосимических реакциях, которые протекают в нашем организме. Они входят в состав более 100 ферментных систем и регулируют обменные процессы, необходимые для синтеза гормонов. Ну, вообще, надо сказать, что история открытия каждого витамина зачастую сопрождалась трагедией. Тысячи полярников, моряков погибли от сунги, прежде чем был выявлен, обнаружен, вернее, витамин С. Сегодня, наверное, каждая мама знает, что для того, чтобы у ее ребенка не было рахита, необходимо давать витамин D. Ну, что происходило до момента, пока что все было открыто, естественно, мы можем с вами только дать. Итак, переходим непосредственно к нашей теме. Ну, это картиночка, которую вы видели в прошлый раз, мы с ней в самом конце еще вернемся. Итак, витамины. Витамины подразделяются на две большие группы. Жирорастворимые – это витамины А, Е, Д, К. Водорастворимые – это, в первую очередь, вся большая группа витаминов В и витамин С. И есть еще витаминоподобные вещества. Но витаминоподобные вещества мы сегодня с вами касаться не будем. Это огромная тема просто по витаминам. Мы с вами иначе просто не уложимся в отведенное нам время. Но вместе с тем очень картиночка хотелось бы сказать, что кроме витаминов есть еще соединения, которые не являются непосредственно витаминами, но они необходимы как предшественники витаминов. В частности, одним из таких очень важных является, как раз всем нам хорошо известный, бета-каротин – это предшественник витамина А. Что еще бы хотелось сказать в общем-то в таком разделе. Когда у нас возрастает потребность витамина? Прежде всего, конечно, это с возрастом. К сожалению, у пожилых людей постепенно утрачивается способность к усвоению витаминов из продуктов питания. И немаловажные значения имеют характер и интенсивность работы. То есть, например, металлогам, шахторам требуется намного больше витаминов, чем сотрудникам банков, например, или каких-то там контор. В период беременности и кормления грузов также возрастает потребность витаминов. Большие физические нагрузки, спортивные соревнования, тренировки, нервные и психические стрессы также сопровождаются повышенной потребностью витаминах. Проживание в неблагоприятных условиях, в частности, условиях Крайнего Севера или промышленных городах, где очень много таких промышленных предприятий. Заболевания, которые сопровождаются повышением температуры тела и обильным потоотделением. Инфекционные заболевания, болезни желудочных кишечников и так далее. То есть, продолжать, конечно, этот список можно до бесконечности. Немаловажное значение имеет характер питания, наши пищевые привычки. То есть, если примутся углеводистые питания, также увеличивается потребность витамина В1, например. При избыточной белковой пищи увеличится потребность витамина В2 и В6. Злоупотребление алкоголем. Но здесь вообще потребность во всех витаминах резко возрастает. Так что любителям резко-напитцев надо об этом помнить. При отсутствии жиров в рационе нарушается обмен зорословимых витаминов. То есть, конечно, достаточно много наших пищевых привычек будут играть роль в том, насколько мы достаточно получаем количество витаминов. Теперь переходим непосредственно к разделу витаминов. Начинаем мы с вами с витамина А. Витамин А или рецинол, как его еще называют, для кожи и гладки. Открыт он в 1915 году и содержится только в продуктах животного происхождения. В организме он может синтезироваться, как мы уже с вами говорили, из крови витамина, это бета-каротина. Итак, какие же функции, для чего нам необходим витамин А? Прежде всего, для роста и развития организма. Витамин А регулирует ночное или сумеречное зрение. Если ему дефицит, возникает так называемая куриная слепота. То есть, человек плохо видит в томное время суток. Он также необходим для выработки родопсина, зрительного пигмента. Витамина предохраняет кожу и слизистые от повреждений. И идеально подходит для питания и лечения кожи. В том числе, для таких заболеваний, как акне, псориак. И кроме того, так как он хорошо очень для слизистых, то при заболевании целуточного кишечного тракта, также, конечно, витамина крайне необходима. Витамин А участвует в образовании мужского гормона тестосерона и нормализует выработку снорматозоидов. Нормализует развитие яйцеклетки и участвует в формировании плаценты и развитии плода. Кроме того, витамин А повышает иммунитет и стимулирует рост лимфоцитов и лейкоцитов в крови. И, наконец, конечно же, витамин А является мощным антиоксидантом. В целом, можно сказать, что витамин А – это первая линия обороны против болезней. Но признаки дефицита здесь, я думаю, уже немного прочитали, поэтому я особо на этом останавливаться не буду. Для лучшего усвоения А ему необходимы помощники. В частности, витамин Е, потому что он защищает витамина от окисления и улучшает его всасывание в кишечнике. Цинк помогает переходу витамина А в активную форму. Очень хорошо. Витамина А работает в организме в сочетании с витаминами группы В, с витаминами Д, Е и с такими микроэлементами, как кальций, фосфор и цинк. Больше всего витамина А содержится в печени трески и палкуса. Кроме того, в говяжьей и свиной печени, в сливочном масле, в яичном желтке, в сливках. Ну, остальное тут вы видите. И сразу я хотела бы сказать несколько слов по поводу бета-каротина. Это растительный пигмент. И это про витамин А. Так, то есть он предшественник витамина ВАА. И, соответственно, он также отвечает за наше зрение, за обновление эпителиальных тканей, процессы роста, развития организма, иммунной реакции и так далее. И является антиоксидантом. Бета-каротин обладает удивительным свойством блокировать образование злокачественных опухолей. Но, что очень важно, подобные действия оказывают только природный бета-каротин. Искусственно синтезированный не дает подобного эффекта. Оказалось, что природные источники содержат смесь каротиноидов. И противоопухолевые действия именно связаны с этим. И еще один немаловажный момент. Избыток синтетического бета-каротина может нарушать способность клеток усваивать и другие натуральные каротиноиды. В частности, такое очень важное для зрения каротиноидов, как бутеин. Так, и коротко 2 у нас содержатся продукты, в которых содержится бета-каротин. Это морковь, помидоры, кабачок, брокколи, спинат, листья петрушки, тыквы, абрикосы и другие ярко окрашенные крупные овощи. И, наконец, еще такой момент. Каротиноиды, жирорастворимые вещества, так же, как и витамин А. Это жирорастворимые, все каротиноиды, они жирорастворимые. Поэтому для оптимального их усвоения необходимо принимать вместе с пищей, которая садится в жире. Следующий витамин, на котором мы с вами остановимся, это витамин Д. Или его еще называют солнечный витамин. Основные представители его, 2, витамин Д, это эрго-кальциферол, и витамин Д2, извините, и витамин Д3, поликальциферол. Эти вещества содержатся в продуктах животного происхождения. Основная функция витамина Д, это регуляция обмена кальция и фосфора, и обеспечение нормального роста и целостности костной ткани. Кроме того, витамин Д необходим для процесса свертывания крови, для нормальной работы сердца. Регулирует проницаемость клеточных мембран, помогает содержать в порядке центральную нервную систему. Активизирует работу половых желез, щитовидной железы и парочитовидной железы. Естественно, в первую очередь, когда мы говорим про витамин Д, мы думаем о наших детях. Индефицит витамина Д у грудных детей приводит к развитию рахита. У взрослых остеомоляция, то есть размягчение костей, сопровождается это мышечной слабостью, повышенной ломкостью костной ткани, выпадением зубов, нервозностью. И в последующем может быть развитие даже остеопорода. Под воздействием солнечного света витамин Д способен активизироваться и, то есть, пардон, способен синтезироваться в коже человека. С возрастом способность усваивать солнечный витамин падает почти 2. Так что после 50 лет его, конечно, необходимо получать дополнительно. Значит, что еще бы хотелось подсказать по поводу витамина Д. Предсочетание с витамином А и С, он помогает предотвращать инфекционные заболевания. И, в свою очередь, способствует усвоению витамина А. Ускоряет выведение из организма сленца и других тяжелых металлов. Помогает уничтожению туберкулезной палочки, дрожжевых репков. И продукты, которые содержат витамин Д, вот вы здесь видите на картиночке, это прежде всего рыбий жир. Особенно много содержится витамин Д в печени трески. Жирная рыба, как таковая, вообще сельдь, в частности, сливочное масло, желток куриного яйца. Это основные продукты, которые содержат витамин Д. Витамин Е. Витамин Е еще называют витамином молодости и красоты или начальником антиоксидантов. Открыт он в 1922 году и это один из самых мощных антиоксидантов. Существует в восьми формах, но самой распространенной является альфа-бетапирол. Витамин Д – это витамин веторождения, можно так его назвать. Он необходим для нормального функционирования женской и мужской головой сферы. В период менопаузы уменьшается интенсивность приливов, если достаточное количество витамина Е получает женщина. Кроме того, витамин Е стабилизирует мембраны клеток, замедляет процессы старения клеток, делает кожу гладкой, эластичной, чем называть витамином молодости и красоты. Предотвращает тромбообразование, предупреждает развитие атеросклероза и ишемической болезни. За счет чего? За счет того, что он не допускает окисления липопротеидов низкой плотности и снижает их уровень, а также уровень триглицелидов. В то же время, повышая уровень гипопротеидов высокых слов. Витамин Е снижает потребность в инсулине при сахарном диабете и улучшает метаболизм сахаров. Необходим для нормальной работы щитовидной железы и замедляет дегенерацию клеток главного мозга, в частности при болезни альфейна. Надо сказать, что эффективность витамина Е значительно увеличивается, если он сочетается с другими антиоксидантами, в частности с витамином А и с витамином С или каротиноидами. То есть вот в этой ситуации, конечно, эффективность его значительно выше. Еще что интересно, для усвоения и работы витамина Е в организме очень помогает селен и цин. То есть вот здесь уже связь с микроэлементами идет. Продукты, которые содержат витамина Е, прежде всего это растительные масла, соевые, подполнечные, кукурузные, а также овес, зародыши пшеницы, отруби, сливочное масло. Витамин Е вырабатывает только растения. Вот это очень важный момент. Следующий жир из витаминов – это витамин К. Витамин К или его еще называют «останавливающие кровотечения», а Атмос называет его ключом к здоровью костей. Открыт он в 1929 году и название его взято по первой букве слова «коагуляция», то есть «свертывание». Без этого витамина невозможно нормальное свертывание крови. Витамин К помогает синтезировать факторы коагуляции печени, тем самым предотвращая внутреннее кровотечение. И если его недостаточно в организме, то процессы свертывания крови замедляются. Проявляется это, допустим, обильными кровотечениями при оперативных вмешательствах. Мысовые кровотечения могут быть, чрезмерно обильные месячные, появление снегов и кровоизлияния. Все это может быть проявлением дефицита витамина К. Кроме того, витамин К повышает прочность стенок сосудов, входит в состав мембран клеток и участвует в синтезе АТФ, то есть фактически в выработке энергии. Нормализует двигательные функции желудочно-кишечного тракта, работу мышц. Еще очень важно, при недостатке витамина К в организме не может вырабатываться остеокайцин. Почему АТФ называют ключ к здоровью костей витамин К? Потому что именно остеокайцин – это вещество, которое образует структурную решетку кости, а на нее уже как бы нанизывается, оседает кальций. Один, кстати, в Японии, например, проводились опыты, которые показали, что прием витамина К на 40-50% уменьшает потерю кальция из костей у женщин, которые страдают от стопороза. Одним из самых опасных, так скажем, врагов витамина К являются антикоагулянты. Ну, такие препараты, вы знаете, как варфарин и другие, которые назначаются при варикозной болезни, так вот они как раз способствуют разрушению витамина К. В дефицитут витамина К может привести также и чрезмерная антибиотикотерапия, использование противосудорожных препаратов и химиотерапии. Продукты, в которых содержится витамин К, зеленые, листовые, особенно много в капусте, кроме того, петрушка, яйца. Витамин К, кстати, продуцируется в организме микрофлоры кишечника. Надо сказать, что часть витаминов действительно продуцирует нашу микрофлору. Почему очень важно сохранение нормального содержания микрофлоры кишечника. Но искусственный аналог витамина К входит в состав такого известного препарата, как лифавтол. Теперь мы с вами переходим к водорастворимым витаминам. Итак, первые дни – витамин С. Витамина ЦНГ, или как очень называют, мастер на все руки. Ну, на самом деле, какое заболевание не возьми, во всех случаях можно рекомендовать прием витамина С. Я думаю, вы все об этом тоже знаете и используете этот витамин в своей практике. Важнейшая функция витамина С – это антиоксидантная защита. Он повышает продолжительность жизни других антиоксидантов, таких как витамин Е и глютатион. Кроме того, витамин С повышает сопротивляемость организму инфекциям. За счет того, что активизирует выработку антител, интерферона, то есть укрепляет иммунную систему. Витамин С способен нейтрализовать патогенные микроорганизмы и выделяемые ими токсины. Витамин С обладает блестящей способностью не допускать оседания липидов в крови на стенках сосудов, то есть фактически предотвращать образование атеросклеротических блясок. Активизирует работу эндокринных желез, особенно насочников. И витамин С является одним из самых эффективных средств, помогающих человеку справляться с эмоциональными и физическими стрессами. Обеспечивает антиоксидантную защиту тканей глаз, способствует снижению внутриглазного давления. И, конечно же, еще один немаловажный фактор, то что витамин С способствует полноценному усвоению организма железа из продуктов растительного происхождения. Вот, продолжать перечень действий, которые окажутся витамином С, можно много-много-много. Продукты, которые содержат огромное количество витамина С, шиповники, смородины, лаблеписы, клюква, свежие фрукты и овощи, капуста, хвоя, рябина, лимоны, яблоки, апельсины, сладкий перец. Все-все-все это содержит витамин С. Но, не забываем, что при хранении, переработке и термической обработке продуктов, значительная часть витамина С разрушается. Стресс, курение, смок, дым, все это способствует также быстрому разрушению витамина С. Но одна выкуренная сигарета, это потеря 25 мг витамина С. Представьте, сколько витамина С должен получать курить. Я думаю, каждый может сам посчитать, сколько он выкуривает и сколько ему нужно дополнить витамина С. Прием аспирина, гормональных контрацептивов разрушает значительную часть витамина С. Поэтому, в принципе, опять же, здесь нужно это учитывать. Дальше, следующая у нас идет у нас большая группа. Большая группа витамины В, это команда энергетиков. У каждого из членов этого многочисленного семейства свои неповторимые функции. Но всех их объединяет два общих свойства. Они несут ответственность за выработку энергии из пищевых углеводов, белков и жиров. И второе, в природе они существуют не по отдельности, а вместе, в едином целом. Витамины группы В тесно связаны между собой и попытка их разделить снижает активность всего комплекса. Итак, первый из группы В, В-1, тиамин, энергия для мозга. Он не образуется в организме и не накапливается. Если в рационе много рафинированных, прошедших промышленную переработку злаков и муки, то тиаминов в них очень мало. Термическая обработка еще дополнительно убивает, снижает содержание витамина В-1. Тиамин необходим для деятельности сердечно-сосудистой системы. В частности, например, многочисленные работы, извините, опять обращаюсь к словам алкоголиков, те, кто хронически, естественно, достаточно часто не страдает сердце. То есть в тяжелых случаях даже развивается алкогольная кардиомиопатия. То есть сердечные мышцы теряют способность к нормальным сокращениям. Причина – дефицит тиамина. Тиамин необходим для полноценного развития головного мозга. Исследования показали, что препараты тиамина могут повысить способность к обучению у детей, если у них дефицит его, на 25%. То есть тиамин улучшает и концентрацию внимания, и ясность мышлений. Тиамин участвует в обмене ацетилхолина. Это медиатор передачи нервного импульса. Тем самым улучшается деятельность нервной системы. И в первую очередь это будет действие на наше настроение. Кстати, по наблюдениям ученых, дефицит В1 наблюдается примерно у 30% пациентов психиатрических клиентов. Тиамин уменьшает боли при ряде неврологических заболеваний, в том числе при диабетической полине иропатии. Для диабетиков ставим ключик на В1. Дальше, стимулирует иммунитет, необходим для передачи наследственной информации, предупреждает развитие катаракты, необходим для нормальной работы ежелудочно-кишечного тракта, и так далее, и так далее. Тоже достаточно много функций. Но считается, что примерно половина населения развитых стран страдает от хронического дефицита витамина В1. Сахар, алкоголь и курение снижают содержание В1, то есть, вернее, снижают способность организма к его усвоению. Какие же продукты содержит В1? Ржаной хлеб, пивные дрожжи, отруби, золоток куриного яйца, капуста, морковь, яблоки, зеленый горошек. Но для перевода В1 в активную форму необходимо присутствие магния. Повышенное количество витамина В1 требуется при повышенных физических и нервных нагрузках, период беременности, кормления грудью, больным в острый период заболевания, особенно в ситуациях, когда очень высокая температура тела, при заболеваниях нервной системы, то есть, это неврозы, радикулиты, невриты и так далее. Это В1. Следующий витамин из группы В, это витамин В2 или рибофлавин, источник энергии или командный игрок. Без него вся команда витаминов группы В, в принципе, не смогла бы, вернее, вряд ли смогла бы полностью выполнять свои функции. Одно из важнейших свойств витамина В2, это ускорять превращение в организме витамина В6. В6 это суперзвезда В-комплекса, то есть, переспособствует переводу его в активную форму. Еще очень важная функция – это регенерация одного из важнейших антиоксидантов глютатиона. При нехватке рибофлавина нарушается усвоение железа и ухудшается работа щитовидной железы. В2 активно участвует в обменных процессах, синтезе АТФ, сферотонина, цинкалина и так далее, то есть, всех компонентов, которые необходимы для передачи нервного импульса. Кроме того, В2 необходим для синтеза портикспироидов, это гормоны кореноксидантов, участвует в работе целого ряда ферментов, в процессах кроветворения, в построении зрительного курпора, то есть защищает сетчатку глаз от неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения. Витамин В2 плохо усваивается, если в рационе мало белка. Это нужно учитывать тем, кто сторонник вегетарианских диет. В2 необходим для активизации витамина В6, полевой кислоты, витамины К, для нормальной работы детектикационной системы. То есть, фактически, если так разобраться, мы опять с вами неоднократно будем сталкиваться с тем, что витамины необходимы в комплексе, когда они как бы усиливают действие друг друга, либо способствуют переводу одного, какого-то из витаминов в активную форму. Продукты, где больше всего содержатся витамины В2. Яйца, мясо, печень, рыба, молочные продукты, пивные дрожжи, зеленые овощи, капуста, фенат, бокаль, морковь, салат, рис. Следующий витамин, витамин В3, миоцин или никотиновая кислота, или еще и называют его витамин ВПР, антипилагрический. В начале 18 века в Соединенных Штатах Америки было описано заболевание пилагра, или шершавая кожа. Она встречалась в основном среди жителей, которые, ну, в питании которых превалировал, превалировал маис, кукуруза. В 1915 году американский врач Вольфберг пришел к выводу, что это заболевание связано с дефицитом в питании определенного вещества, которое в последующем было вызвано, названо витамином ВПР или антипилагрическим. И оказалось, что при последующих исследованиях, что вот этот антипилагрический фактор есть как раз никотиновая кислота. В организме неоцин синтезируется из-за аминокислоты 3-тапана. Действие. Неоцин играет ничьевую роль в обмене веществ и расщеплении глутовых циклокрепций, то есть это фактически процессы выработки энергии в организме. Он способствует снижению уровня холестерина, способствует уменьшению свертывания крови, улучшает состояние здоровья сосудов, в том числе головного мозга и периферического кровообращения. В частности, поэтому он очень хорошо себя зарекомендовал при таких заболеваниях, как синдром Рейно, перемежающаяся хромота и так далее. Он неоцин активно участвует в работе для депутационной системы организма и необходим для синтеза гормонов, в частности половых гормонов, гормонов коры надпочечников, щитовидной железы и инсулина. Полноценному усвоению витамина В3 помогает достаточное количество белка животного в рационе и, опять же, наличие таких витаминов, как В1, В2, В6. То есть, смотрите, фактически они, вот именно эти витамины, способствуют синтезу витамина В3 из трептофана витамина вислоты. Продукты, содержащие его, пивные дрожжи, пшеничные отруги, печень, бобовые, неочищенный рис, картофель, зеленые овощи, яичный желток, рыба, мясо, курица, земляные арифы. Вот такие вот моменты. Следующий витамин группы В, витамин В5 или пантотеновая кислота. Витамин красоты. В переводе с древнегреческого в виде тущий. В виде пантотенола витамин В5 входит в состав кремов для ухода за кожей и в состав шампуна. В организме пантотеновая кислота превращается в пантотен, а тот, в свою очередь, важнейший фермент под названием фермент А. Это вещество непосредственно участвует в метаболизме белков, жиров и углеводов. Способствует выработке желчи, половых астероидных гормонов, калисурина и других биосимических веществ. Витамин В5 стимулирует обменные процессы в клетках кожи, защищает волосы от седины, седы, берите на заметку, необходим для нейтрализации токсинов и чужеродных веществ, регулирует функции нервной системы, мышечную активность, повышает выносливость, активизирует бета-лимфоциты, то есть это защита от инфекций. Особенно необходима пантотеновая кислота для работы печени, сердца и люкс. Кроме того, она также необходима для полноценного усвоения и обмена полевой кислоты, про которую мы поговорим немножко позже, и биотина. Кстати, витамин В5 активно участвует в обезвреживании алкоголя в организме. Тоже видите, алкоголь, как мы касаемся почти в каждом разделе. Продукты, поддержащие его. Пивные дрожжи, печень, яйца, неочищенный риск, цельные зерна, отруби, зеленые листовые овощи, цветная капуста, горох, чеснок, микроры и витамин В5 может синтезироваться в нормальной кишечной микрофлоры. Вот еще один витамин, который обеспечивает нам наша нормальная, содружественная микрофлора. Витамин В6, передоксин, витамин для нервной системы или по актинцу самый незаменимый из группы В. передоксин участвует в очень многих биохимических реакциях. Он нужен для выработки простагландинов. Это гормоноподобные вещества, которые выполняют в организме бесчисленные множественные роли, в том числе расширение кровеносных сосудов, бронхов и так далее. Передоксин способствует стабилизации уровня сахара в крови, то есть В6 необходим для диабетиков. Он улучшает метаболизм глюкозы и предотвращает нарушение зрения вследствие диабетической литинопатии, то есть повреждение сетчатки глаз. В6 наряду с фолиевой кислотой и витамина В12 легко и быстро нейтрализует гомоцистеин. Про гомоцистеин, я думаю, вы все знаете. Это один из промежуточных продуктов обмена аминокислоты и метианина. Он очень тропен и токсичен в отношении сосудов. То есть он фактически пробивает, травмирует сосуд, и затем этот брест уже заполняется разными компонентами, в том числе и окисленным холестерином, давая начало образованию атеросклеротической бляжки. Так вот, В6 как раз участвует в нейтрализации гомоцистеина. Обладает мочегонным действием, играет роль в процессах иммунной защиты, поддерживает баланс женских половых гормонов. И, кстати, если женщины пользуются гормональными контрацептивами, и в период беременности расходуется большее количество витамина В6. Вместе с магнием уменьшает образование в организме аксалатов кальций, то есть профилактика мочекаменной болезни. В6 необходим для нормального функционирования нервной системы. Если сочетать прием передоксина с календимом КУ-10 и жилетом, то это дает очень хорошие результаты при болезни Альцгеймера и при партенцоле. Участвует в синтезе нуклеинового тисла, то есть препятствует процессам старения в организме, улучшает состояние кожи и слизистых, необходим для образования никотиновой кислоты, мы говорили об этом из спертофана, и для полноценного усвоения В12. Мы еще про него пока впереди все это разговоры. Наиболее подходящая, лучшая, дружная команда для взаимодействия с витамином В6 это витамины В1, В2, В3, С и магнез. Алкоголь и клейм разрушают витамин В6. Продукты, которые его содержат, кивные дрожжи, цельное дерно, проросшие дерна, пшеницы, мясо, яйца, соя, капуста, шпинат, морковь, помидоры, бобовые, грецкие орехи, фундук, печень. И В6 также синтезируется с микрофлорой нашего кишечника. Следующий витамин, витамин В9 или фолиевая кислота. Это самый женский витамин. Название фолиевая кислота происходит от латинского названия полиум-лист, так как впервые В6, а В9, а говорилось, полиевая кислота и витамин В9. Он впервые был выделен именно из листьев и напа. Действие полиевая кислота необходима всем женщинам, особенно в период беременности, если идет больше дозировки. Это самый важный витамин, отвечающий за формирование плода и рог клеток. У женщин, которые испытывают недостаток витамина В9, значительно чаще наблюдаются выкидыши, а у детей в разденной коротке развития. То есть, конечно, он особенно важен для женщины в период беременности, но подготовка, его накопление, это тоже важный момент, даже когда еще нет беременности, но женщина все равно должна получать достаточное количество полиевой кислоты. Полиевая кислота необходима для здоровья сердечно-сосудистой системы. Действует также на обмен гомоцистеином. Вот мы с вами уже говорили об этом. Кстати, исследования показали, что повышенный уровень гомоцистеина отмечается у людей, страдающих болезнью Альцгеймера, множественным склерозом или рассеянным склерозом, ревматоидным артритом. То есть, этим пациентам, конечно, нужно обязательно в комплексное лечение включать продукты, содержащие полиевую кислоту. В больших дозах использования полиевой кислоты можно нормализовать гормональный фон женщин и отсрочить наступление венопаузы, либо смягчить ее симптомы. Потребность полиевой кислоты возрастает при депрессиях. Необходима она для повышения уровня гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов. Нормализует белковый обмен. Является фактором роста и необходима для производства клеток кожи, слизистых волос. Помогает при заболеваниях периодомта, то есть, при заболеваниях полуэстерапов. Активизация полиевой кислоты в организме происходит при обязательном участии витамина В12 и витамина С. Продукты, которые содержатся пивные дрожжи, шпина, капуста, яйца, мясо, печень, зеленые листовые овощи. В организме в небольших количествах полиевой кислоты синтезируется в кишечной микрофлоре. Но еще раз повторюсь, это в небольших количествах. Витамин В12, В12 или санкобламин. Или еще это его называют антианомический витамин или витамин энергичности, как его называют Аккинс. В середине XIX века при изучении особой формы анемии со смертельным исходом, так называемой фермициозной, то есть злокачественной анемии, было выявлено, что у таких пациентов отмечается резкий дефицит витамина В12. Дело в том, что В12 влияет на образование клеток крови и эритроцитов. Он необходим для нормального процесса деления клеток и образования ДНК, основного нашего передатчика информации. В12 важная составная часть многих ферментных систем, участвует в обмене гелков, жиров, углеродов. Необходим для синтеза миелина. А миелин – это вещество, которое служит таким своеобразным изоляционным слоем для нервных волокон. Последствиями хронического дефицита В12 могут стать такие серьезные заболевания, как болезнь Альцгеймера, рассеянный слуроз, полинеэропатия. Трио В12, В6 и полевая кислота нейтрализуют гомоцистемию. То есть вот мы говорили, когда про В6, говорили про полевую кислоту, мы уже говорили об этом. Поэтому еще раз повторюсь, что вот эта троица, В12, В6 и полевая кислота нейтрализуют гомоцистемию. Кабаламин – одно из питательных веществ, необходимых для нормальной репродуктивной функции как мужчин, так и женщин. Он помогает в борьбе и депрессии, улучшает концентрацию внимания, память, улучшает работу печени, способствует снабжению организма энергией. Очень интересный момент, на котором мне хотелось бы акцентировать ваше внимание. Витамин В12 усваивается в желудочно-кишечном тракте только при наличии так называемого внутреннего фактора КАСЛА. Этот фактор вырабатывается в желудке. В желудке. И это вещество, внутренний фактор КАСЛА, он способствует связыванию молекул витамина В12 и доставляет, фактически связывается и доставляет в сорт. Так вот, с возрастом этого фактора вырабатывается меньше. Зачастую люди, у которых начинают, идут атрофические изменения в желудке, то есть идет фактически истончение лидиста желудка. У них меньше вырабатывается этого фактора. Еще один момент. Те, у кого оперированы желудки, то есть удалена часть желудка, точно так же они страдают от дефицита этого фактора. И, как правило, у МТС развивается В12 дефицитная анонимия. Продукты, которые содержат витамин В12, это прежде всего продукты животного происхождения, морепродукты, печень, почта, а также сердце, а также сыр, желудок, куриного истана. Лучшее действие в организме идет в комплексе с другими витаминами группы В, а также с витаминами А, Е, С. И необходим, для усвоения необходим продукты ауфиана. Следующий наш витамин это витамин биотин или витамин А, или витамин В7, то есть это та же самая группа витаминов В. Групп диабетик биотин был открыт в 1901 году и так же как и витамин В2 это командный культур. Какое же действие витамина В7, витамина А с биотином? Прежде всего он участвует в работе 9 ферментных систем в синтезе высших жирных кислот, белков, нуклеиновых кислот. Необходим для синтеза антител и нормальной работы иммунной системы. Для обмена никотиновой кислоты витамина С предотвращает развитие экземодерматита, то есть улучшает состояние кожи, способствует укреплению волос, способствует снижению уровня сахара в крови. Было проведено одно не очень, так скажем, большое по масштабам исследование, которое показало, что мегадозы биотина, то есть большие, это не само, чтобы в этом пользоваться, просто информация такая, подмышление. Так вот, показалось, что большие дозы биотина способны останавливать и даже приводить к обратному развитию диабетической полинеэропатии, то есть когда идет дегенеративное поражение нервов. И это вызвано как раз повышенным уровнем сахара в крови. Так вот, большие дозы биотина способствуют тому, что этот процесс сначала замедляется, прекращается прогрессирование и в ряде случаев было даже показано обратное развитие. При употреблении, кстати, еще такой момент, при употреблении большого количества сырых и может быть дефицит биотина, так как сырые яйца куриные содержат такое вещество обидим. Он связывает биотин, уменьшая тем самым его поступление в организм. Продукты, которые содержат биотин пивные дрожжи, печень, почки, стоя, арахис, кукуруза, мясо, цветная капуста, хлеб, соль. Кстати, биотин синтезирует с микрофлорой кишечника в общем-то в достаточно таких больших количествах. Вот основная группа, основная группа у нас с вами завершена. Да. Но подводя итог вот всему тому, о чем мы с вами говорили, я бы хотела что сказать. Смотрите, витамины группы В лучше работают в команде. Мы с вами про один говорим, и говорим, что он хорошо при наличии другого витамина в группе В, да, либо активизирует его действия. То есть они работают в команде, они помогают друг другу. И ведь в природе они точно так же, они не встречаются поодиночке, они, как правило, идут вместе. К чему я это говорю? О продуктах питания, если вы посмотрите, особенно группа В, основная масса везде у нас практически звучали зеленые листовые, звучали у нас неочищенные зерновые, именно неочищенные. Поэтому, да, пивные дрожжи еще, то есть, ну, по многим моментам прохлития. И поэтому я еще раз написать, что это командная игра витамина. Они работают в команде, в природе они кучают в команду. И поэтому, вот если посмотреть по нашей продукции, я не хочу вот так вот разбирать все, как говорится, досконально от и до, где что содержится. Мне бы хотелось, чтобы вы сами, вот, просмотрев немножко предыдущую нашу предыдущую лекцию, на сегодняшнюю, оценили. Вот здесь на картиночке вы видите все наши витаминки, да, облачные, а теперь потом просто откройте и посмотрите, что в составах идет. То есть, вот помните эту картинку, которую сейчас я немножко перечислю. У нас мужчинка, сейчас, секунду. Вот, вот эта картинка, да, вот она тоже вам может показать, что нужна команда. витаминка, и поэтому, если вы разберете составы, Discovery, любой, у нас их предыдует, да, Глазаро, Ферадо, Ацелит, Персифен, плюс вот все остальные, то все, что остальное вы видите здесь, то вы увидите, что везде идет комбинация, то есть идет сочетание микроэлементов и витаминов. нет какого-то одного, идет группа, группа, которая работает, потому что они вместе работают в природе, и они вместе должны поступать в наш организм. Я не беру ситуации, когда там дефицит развивается, например, до 12 дефицит на аминей, это другая ситуация. Я говорю о том, что должно быть как профилактика для нас, для каждого, да. Теперь еще три препарата «Неростронг», 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 «Мемори Райд». Разберите их как-то, посмотрите, особенно в плане группы «Б». И то, о чем мы с вами сегодня говорили. Ну, и вот еще раз картинка интересный, красивый мужчина и стрелочки, где чего не хватает и что должно быть в комбинации. То есть, фактически, мне хотелось, что вот эти две лекции проведя, чтобы вы немножко оценили составы, которые нам предлагает компания. Те продукты, которые мы получаем. Потому что по-другому, если брать просто моно, моно-препарат, он будет работать намного, ну, в таком-то случае, может быть, где-то и сработает, но в целом все равно он не будет давать того эффекта, потому что все в природе ничего не бывает отдельно. Все идет в комплексе. Поэтому, пожалуйста, это вам домашнее задание, просмотрите составы и оцените, и поймете тогда, почему все так соединено. Ну, вот, наверное, основные моменты, на которых мне хотелось остановиться, и о чем хотелось с вами поговорить. Вот, пожалуй, все, дорогие друзья. Ну, а так, вроде, я думаю, информация достаточно полезная, и каждый, наверное, потом ее, когда все это слушаешь, сразу, наверное, сложно оценить, но, так что все, дорогие друзья. Спасибо вам за внимание. Всего доброго и счастливо. Всем здоровья и всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok